Привет друзья! Опубликованы кадры работы оператора комплекса РЭП по подавлению дронов. Марка комплекса РЭП не сообщается, но по единственному фото в сети конфигурация антенн этого комплекса похожа только на одну из машин российского комплекса РЭП Тирада 2С. В радиусе этой частоты находятся источники. В данный момент производится разведка БПЛА. Мы ввели частоту их действия и видим, что в небе ничего нет. БПЛА есть Мавики, бывает Орлам, Ворон и подобные разведыватели БПЛА, которые работают от отправителя 5 километров и более. Взять, допустим, Мавик 2, он работает 2 километра от отправителя. Чем выше производительность, тем выше дальность полета вражеского БПЛА. В данном этапе мы вводим частоту, фиксированную конкретно, то есть это частота без пилотников. Если что-то появится, в этих частотах будет выведено на экран. Эти частоты будут выведены на экран. Что вы будете делать тогда? Я докладываю своему начальству, своему командирам, что я обнаружил и по команде я начинаю подавление. Мы находимся на дежурстве в боевом 24 на 7, ведем разведку ежечасно, то есть не прекращаем этого делать. Коптеры различных БПЛА, то есть давится их канал управления, подавляется их навигационная система, то есть теряется связь с отправителем и зачастую чаще всего случается, что беспилотник, он просто падает. То есть отправитель его теряет и без возможности его найти, то есть никак его не отследить, он просто теряется. Мы можем подавлять в радиусе частот, либо конкретную частоту. Радиус действия 150 километров, видит навигационные системы GPS GLONASS GALILEO BIDAY. Работаем на подавление этих частот.